Мини-революция, которую ждали школьники и студенты всего земного шара, свершилась. Наконец-то китайцы внедрили фотогалерею в репликах Apple Watch. Представляем вам новую модель на 41 мм от компании Likey Road. Идеальный сплав передовых технологий на ваших руках. Вы только посмотрите здесь. AMOLED-экран, Always-On Display, мощный двухъядерный процессор, 4 ГБ встроенной памяти, полностью рабочая фотогалерея, диктофон, автономный плеер с возможностью подключения наушников, поддержка Bluetooth-звонков и сообщений, 90 спортивных режимов, контроль здоровья, а также женского, мониторинг сна, календарь, будильники, калькулятор, синхронизация до 500 контактов из телефона книги, информация о погоде. И это лишь малая часть всего, что есть в этих часах. Всем привет, вы на канале R-NetShop и SmartWatch Казань. Сажитесь поудобнее, мы постарались сделать полный обзор на эту модель. Итак, революционная модель LK-9 Mini, LK точнее, от компании Lucky Road, уже знакомая, наверное, кому-то, данной числой на 41 мм, с русским языком. Так, бывает золото, серебристым и Space Grade в цвете. Они действительно революционные, я вам докажу это. Смотрим обзор. Давайте откроем тоже черную модельку. Вот так выглядит коробка, и их слоган «Пусть умные часы» откроет вам счастливую дорогу. Имеется вот такой вкладыш. Радовалась, что инструкция на русском языке. Все понятно, как подключить, настроить. Ну, самое главное, это приложение, которое необходимо установить к iFeed. Здесь на Google Play и App Store. Силиконовый ремешок с матовым покрытием. Беспроводная зарядка, таблетка на USB. И сами часики, запакованные в пленку. Матовый такой цвет, как у оригинала. Слева вырез под динамик. Справа две функциональные кнопки, в том числе и Digital Chrome. Здесь имеются фиксаторы ремешков. Датчики. Все идеально выполнено. Серебристые часики у нас подключены. Видно, что приходит уведомление. Вот так выглядит в золотом цвете. А также бывает розовое золото. Так, и зеленое с синюю. Взвесим часики, сколько они весят. Так, с ремешком получается 37,7 грамм. Так, при зарядке часы можно использовать как прикроватные часики. Вот так загружается новая прошивка через приложение Coifit. Это занимает порядка минуты. Готово. Понимаете? Так, циферблаты у нас встроенные. Также можно изменить. Они фиксируются, замочек вот здесь. Так, это мы установили. Через приложение Coifit. Так, уведомление. Циферблат с компасом. Так вот он меняет цвет. Слева направо открывается шторка с четырьмя приложениями, которые мы использовали. Секунду, сейчас покажу циферблаты. Они также вот могут менять свой стиль. Интерактивный. Так, этот не меняет. Вот этот не меняет. Вот этот не меняет. От прикосновения. Сверху вниз у нас, получается, приходит уведомление со всех мессенджеров. Все это настраивается через приложение. Вот, например, центральное телевидение. Здесь у нас с YouTube прилетело. Так, кто же с YouTube? Кто-то в YouTube оставил комментарий. Компас показывает, но это не точно. Довольно читабельная информация есть. Можно понять, откуда пришло. От кого и текст. Так, нижняя кнопка у нас отвечает. Меню быстрых настроек. Здесь подключение Bluetooth. Имеется два стиля меню. Можно поменять списком. Также смарт-стиль. Регулировка яркости. Так, давайте убавим. Вот она немного засвечивает экран. Так. Поднятие запястья. То есть активация экрана. Экранные часы можно поставить, чтобы было либо цифровой, либо аналоговый стиль. При Always On Display. Да, вот здесь такая фишка. Накрываем ладонью. У нас часы переходят в спящий режим. И показывают Always On Display. Дисплей в данном случае в цифровом формате. А можно сделать аналоговый указатель. Вот таким образом тоже. Волосы на дисплей. Цветные стрелочки. Да, матрица здесь реальный AMOLED. Давайте включим свет. Экран полностью черный. Нет серых вставок. Время экрана. Режим яркости. Все это регулируется. Режим не беспокоить. Есть фонарик довольно мощный. Кстати, при вращении ролика мы чувствуем виброоткрыт. Который также можно изменить. Опять-таки. У нас сообщение прилетает. Так, далее у нас есть галерея. Вот таким образом можно посмотреть в качестве шпаргалок либо картинки, которые вы скачаете через приложение. Кстати, напишите в комментариях, разрешили ли в школах использовать смарт-часы. Говорят, что будет закон о разрешении использования в коопуляторах на ЕГЭ. Далее у нас настройки. Персональные данные. Вес, рост. Поставить в известность. Так, это у нас уведомление. Общие настройки. Система, дата, сброс. Режим прикроватных часиков. Перезапуск. Звук и прикосновения. Вот у нас есть регулировка громкости. Либо бесшумный режим. Управление тоном медиа. Так, напоминалки. И уровень вибрации. Сильный, слабый. Далее пароль блокировки экрана. Кнопка SOS для экстренного случая. Уровень батарейки. А сколько у нас расходуется? Мониторинг сна. Спортивные режимы. Можно запрограммировать начало тренировки. И конец. Для измерения пульса. Активности. Измерение пульса. Так, а высокой частоте и низкой частоте тоже можно задать ваше значение, чтобы часики получали уведомления о превышении нормы. Видно запись. Так, вроде бы здесь у нас все. Можно также их редактировать, что-то добавить, прибавить, изменить, удалить, что вам необходимо. Так, слева, справа, налево, то есть у нас круги активности, шаги, калории, расстояние. Измерение пульса они просят надеть на руку. Иначе они не будут осмотреть. Так, информация о погоде. Так, показывает 10 градусов в Казани. Мы это проверим. В Казани сейчас минус 11 градусов. Ясно? Так, спасибо. Давайте посмотрим, как подключаются часы. Мы установили приложение Куэфит. Открываем его и смотрим. В теле у нас есть разрешение. Камера, контакты, телефон, местоположение, микрофон и так далее. Все должно быть разрешено. Так, добавляем устройство. Идет поиск. Мы находим LK9 mini. Так, подключим батарейку 89. Вот, загорелся экран. Оповещение о звонке. Все значки мы включаем. Уведомление о сообщении. Тоже должно быть включено на все мессенджеры, которые вам актуальны. Ну, быстрые контакты, конечно, можно добавить. До 500 контактов. Остальное тут альбом. Добавить фотографию, добавить музыку. Можно в часы. А также все, что вы сохранили на диктофоне в часах, можно послушать и посмотреть в самом приложении. Очень удобно. Ось к устройству, пожалуйста. Фотографируйте и так далее. Так, кроме того, у нас есть второе соединение. Чтобы его подключить, заходим в Bluetooth. Добавить устройство OLK9 mini. Так, вот здесь мы активируем значок. Далее, управление плеером. Здесь также можно управлять музыкой. Музыкой смартфона и подключить наушники. Видно, да? То есть будет музыка, которую вы скачали, именно идти на наушники. То есть автономные часы в качестве плеера. Не музыка с смартфона, а именно с часов, которые вы загрузили. Будет играть. Вот, например. Срочная новость. Мы бережем. Из Инстаграма ВКонтакте. Вы легко узнаете группу Бубрежневодок. Пожалуйста, подпишитесь, если вас интересует смартфонской наушники и гаджеты. Вот примерно так. Что там у нас от Медведковой? Ну, как обычно, танцует и поет. Хотя нет, она только танцует. Так, нажатием на коробку мы заходим в смартфон. Вот здесь в стиле iOS 10. Довольно плавный. Также можно роликом его. Так. Изменить стиль можно через вот эту иконку. Так, здесь виды спорта. Прогулки, верховая езда, скакалки и так далее. Множество. Так, порядка 90, если не ошибаюсь. Различные подойдут для тренировок и для фитнеса. Вот. Прэк-данс, дискотека даже здесь. Отличные части. Далее. Спортивный рекорд. Измерение пульса. Кислорода крови. Шаг. Шагомертность. Имеется компас. Активный. Я думаю, плюс-минус имеет какую-то точность. Так, на магнит он реагирует точно. Металл. Начинается из алюминиево-цинкового сплава. Очень хорошая обработка. Матовая такая поверхность. Практически как оригинал. Расположение микрофона строго по центру. Так, выйдем. Мониторинг сна. Погода. Так, у нас здесь так на сегодня еще на 5 дней, да? Далее календарь есть. Управление плеером мы смотрели. Фотоальбом мы видели. Имеется диктофон. Так, вот можно посмотреть записи. Вот так записывается и можно применить где необходимо срочно какую-то запись. Так, должность. Это у нас геолокация, трекинг тренировок, квадрант. Это у нас необходимо включить второе соединение для осуществления звонков. Тоже и контакты можно добавить и набирать прямо с часов. Голосовой помощник также активен при втором подключении. Далее тренировка дыхания, будильники можно задать прямо с часов. Также добавить их цикличность. Секундомер у нас работает, не автономный. Ладно, так, менструальный цикл это для девушек актуально. Далее калькулятор есть таймер активация экрана при поднятии записи. Так, поиск телефона, где звук, куда мы нас подключим. Яркое время свечения до 60 секунд либо постоянно включенный дисплей. Ну, это, конечно, дает сильный расход батарейки. Это хватит максимум, наверное. Если постоянно властит дисплей, то это максимум день. Далее визитная карточка. Это у нас WeChat, Facebook и так далее. Все контакты можно через приложение в виде QR-кода добавить часы и обмениваться, не давая простой бумажной визитки. Часовой пояс. Здесь у нас сообщение. Далее сообщение можно просмотреть уже сразу с мать цинажев, а не с иконками WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram и так далее. Центр приложений это у нас игры. вот здесь стройные игры. Какие-то непонятные для меня. Ну, здесь самолет, понятно. Так, влево-вправо и так далее. Хомяк. 2048 это у нас тоже какая-то игра буддийские боссы. Кто знает, поделитесь. Мы такие игры не играем. Вот так. Типа, не знаю, просто листать или как-то. Далее запись диктофона. Вот так выглядит приложение Quifit. Часы у нас подключены. Оповещение о звонке. Включено уведомление. Стоит на смс. Мы тоже подключаем. Ну, все мессенджи, которые есть, а также есть другие, которые здесь не просматриваются. Далее быстрые контакты. Можно добавить контакты до 500 контактов. До 500 контактов. Далее альбом. Можно добавить изображение выбрать, которое есть в памяти телефона и загрузить на файликов. если не ошибаюсь, до 100 фотографий. Умные напоминания. Это у нас то, что мы сидим, либо попить, поесть. Местная музыка. Мы загружаем с файлов музыку, которая вам нужна. Режим не беспокоить. Запись это у нас записанная на диктофоне через часы информация в виде таких файликов. поиск устройства. Пожалуйста, вибрация идет довольно мощная. И сигнал. Фотографировать так управление камерой. Ну, например, да, нажали, они сохранились. Вот так. формат погоды, цельсий, фаренгейт, кому как нравится. Система единиц, формат времени, еще информация, перезагрузка и сброс газоводских. А также добавить визитные карточки. Все это можно через приложение. Так, что дальше пойдем по циферблату. Вот родной циферблат здесь стоял такой. Он удаляется после установки своего кастомизированного, скажем. Также можно тут заблокировать, оставить циферблат, который вам нравится. Кто помнит второй закон Ньютона. Так, также можно изменить его, указатель добавить сверху вниз и так далее, слева направо. Рынок циферблаты. Довольно много бесплатных циферблатов и они рубрикуются. пейзаж, красота искусства и более. вот таким образом. Эрегантные линии, праздник, другое. Так, здесь побольше вот эти подкрушаются, да. интернет может слабоватый, но в общем все это можно установить бесплатно. Ну, здесь посерьезнее цифровые часики. Некоторые из них уже установлены. Вот. Так, далее. Так, еще раз по приложению рынок циферблаты. здесь есть рубрики. Так, самые популярные. Все они бесплатные. Профиль пользователей и так далее. Обратная связь, поддержка с разработчиками приложения. Здесь у нас данные активности, расстояние, калории, шаги, миниторинг сна, уровень кислорода крови и запись упражнений также затраченных калорий. Кроме того, можно что-то изменять. Кандарцикла добавить для девушек, я думаю, актуально. Так вот. Так, подключаем второе соединение, разрешаем доступ. Watch Call. Так. Синий значок активный. Так, вроде бы все связалось. На телефон. Да, подключено LK9 mini. Так, делаем тест на звонок. Идет звонок, мы видим имя тест, можем ответить так же, как он записан у нас в телефоне. Раз, два, три, четыре, пять, и можем управлять громкостью. Так, раз, два, четыре, пять. Так, увеличение происходит либо роликом. вот так, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Как меня страшно. Раз, два, три. Тест микрофона LK9 mini. Также можно отключить микрофон. Раз, два, три. И перевести. попробуем сделать тот же тест. Отключаем второе соединение. В этом случае мы видим имя тест, но можно только отклонить вызов, не разговаривая. Все, все работает отлично. И в том режиме и в этом мы видим имя тест. Проверим тест на измерение пульса, давление, сколько они покажут. Интересно. часы сфибрировали на отметке 83. Так, у нас 97. Ну, что и следовало ожидать. Давление запомнили 95 на 114. Измерим и здесь давление. Здесь оно, конечно, есть. Так, секунду. Измерение кислорода в крови. Нет, а давления у нас нет. ну и правильно. Не стоит доверять. Давайте еще раз протестируем. 92. Так. 93. Довольно похоже. Ну и слава богу. Ну, что еще раз? Опять 92. западение или как? Плюс-минус это буквально на 2% отличие. Нормально. Тест пройден. Молодцы, если вы досмотрели видео до конца, мы провели тесты. Часики изумительные. Это действительно революционная модель, которая имеет 4 гигабайта встроенной памяти на секундочку. Ни одна модель такого не имела до сегодняшнего дня. Все идеально выполнено. Ответ на звонок, сообщение, все прочитывает. Ну, измерение пульса и остального. Конечно, это надо все тестировать. Для плавания они дома не пригодятся, но помыть руки подождем в них безопасно, я думаю. Так, золотом, серебристом и вот таком черном матовом корпусе. Подойдет на маленькую рубку для молодежи, для подростков, вот так же и для девушек. в принципе качественная моделька, новинка на рынке, следите за обзорами, скоро будет и большая модель из этой серии, так же с поддержкой фотогалереи. Ну, всем спасибо за внимание, с вас лайк и подписка, также прокурочка. Пока.